Вакцина от гриппа уже пришла, ее вот-вот начнут вводить жителям Мордовии. В этом году медики планируют привить около 500 тысяч человек. Это 60% населения республики. Вакцина заказана была еще в прошлом году, поэтому была заказана только на 50% населения. То есть нам поступит около 100 тысяч детской вакцины и 302 тысячи взрослой вакцины. Бесплатно будут прививать учителей, медиков, коммунальщиков, студентов и школьников, беременных и пенсионеров. Это всегда группа риска, а в этом году особенно. Ведь ожидают, что к гриппу присоединится коронавирус. В связи с ковидом заболевание будет протекать значительно тяжелее, чем обычно. И сразу отдифференцировать, что это грипп или ковид, довольно сложно. Поэтому, конечно же, привиться нужно обязательно. Потому что вакцинация, она всегда по данным Всемирной организации здравоохранения, это наиболее эффективный, экономически выгодный способ защиты от гриппа. Потому что сколько вы, то есть, вакцины вы приведете совершенно бесплатно, да, сколько денег будет потрачено на лечение, это значительно больше. В состав вакцины в этом году изменился. В нее вошли новые штаммы вирусов гриппа, в том числе и те, которые еще не циркулировали среди населения. Но именно они, по данным Всемирной организации здравоохранения, скорее всего, будут причиной эпидемической вспышки. Иммунолог Ольга Радаева объясняет, прививка не гарантирует на 100%, что человек не заболеет, но практически исключает осложнения. Иногда пациент совмещает в единую систему. У меня было ОРВИ, а я был привик. Значит, вакцина не работает. Это ошибка. Потому что вакцина, тот иммунитет, и это доказано, который формируется после вакцинации, он реально протективный, он реально защищает. Но не от всех причин острых респираторных вирусных инфекций, а именно от вируса гриппа. При этом в первую очередь защищает от тяжелой формы его развития. Вирус гриппа темой похож на ковид, что часто вызывает осложнения. Для здоровых людей это русская рулетка, для групп риска практически приговор. Поэтому вакцины от гриппа в этом году закупили больше, чем обычно. Прививать рекомендуют и сотрудников организаций, которые не входят в перечень бесплатников. Для этого нужно обратиться в поликлинику, и оттуда пришлют спецгруппу с нужным количеством инъекций. Людмила Кусерова, Николай Лушкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин